Мы видим в Украине постоянное желание придумать какие-нибудь информационные поводы, которые отвлекут население от проблем социально-экономических, от платёжек, от крайне низких социальных стандартов. И мы постоянно получаем то сериал с Корбаном, первая серия, вторая серия, может быть третья будет серия, то вот происходило похожее задержание Масичука, народ усиленно кормит зрелищами. Вот хлеба не хватает, поэтому определённые зрелища. Что касается сути дела, ну очевидно, что в принципе состав преступления на Корбан не может быть. Он сам же открыто в интервью своей говорил, что вот я занимался там рейдерством, я занимался захватом предприятий, он хвастался, что за захват предприятия он брал гонорары до 10 миллионов долларов. И ему как бы невдомёк, что такая деятельность, как захват предприятия, она в общем-то противозаконна. То есть мы имеем, очевидно, человека, на котором есть состав преступления, но мы видим неумение со стороны государства этот состав преступления доказать. Когда был сериал Корбан-1, то в принципе защита Корбана из прокуроров, и судей сделала клоунов, потому что у нас долгие годы шла негативная селекция. В прокуроры и в суде попадали люди, скажем так, неподготовленные, попадали мажоры. И сейчас вот эти мажоры, прокуроры, мажор-судья просто не имели достаточной компетентности, чтобы состав преступления был доказан. Поэтому сериал Корбан-1 провалился. Теперь вот идёт сериал Корбан-2. Ну, посмотрим, что из этого будет. Скорее всего, какое-то посмешище опять получится. Так.